Озвучьте, пожалуйста, свое мнение на вопрос, почему некоторые страны бедные, а другие богатые. Велика ли доля везения в этом вопросе, расположения ресурсы, Россия бедная или богатая страна, где проходит раздел. И вообще про, если могу, Робинсона, и в то же Дугласа Норта, и вот про всю эту институциональную экономику, где математики, опять же, немного, а тема популярна. Ну да, здесь я просто ничего особо сказать не могу. Институты, институты, институты. Здесь нет ничего, что я бы еще мог добавить. Ну да, страны с хорошими институтами становятся богатыми. Страны с плохими институтами остаются бедными. Ресурсы не играют никакой особо существенной роли. Ну слушайте, есть Нигерия, страна, в которой очень много нефтя, и есть Швейцария, страна, в которой нет вообще ничего, кроме гидроэнергии. Вот здесь просто добавить особо нечего. Ну, рассказывать сейчас про институты, я просто и так про них рассказываю, как про дурак. Поэтому, в общем... Делаем вывод, Россия в этом плане получается бедная страна. Россия — это вообще одна из уникальных стран в мире, потому что разрыв между качеством институтов и уровнем человеческого капитала у нас один из самых больших в мире. То есть страна с таким уровнем образования, причем его же можно оценить, есть Пейси, есть ТИМС. Наши школьники в тестах, которые касаются математики и физики, вообще оказываются на лидирующих позициях в мире, обгоняя большинство европейских государств. Посмотреть на успехи наших школьников на международных олимпиадах по всяким математике, информатике и так дальше. Не знаю, ну, слушайте, вакцину за какое время сделать? Ну, ты скепски скажешь. Так это спасибо советскому наследию Макаренко, Калмагорова и прочее. Нет, на самом деле, безусловно, система физмат-школ – это одна из немногих вещей, которая из советского наследия, безусловно, с даком плюс. Но при этом качество наших институтов, естественно, тоже советское наследие. Коррупция началась в России не в 1991 году. Всеобщая коррупция сверху донизу, вплоть до несумов заводов, вплоть до того, что там нужно дать взятку, чтобы мясо нормальное купить. Да, или помните, сколько там стоил этот самый мебельный гарнитур, и еще десятка сверху. Ну, можно берегись автомобиля, посмотреть молодежи. Да, естественно, да. То есть всеобщая коррупция, которая проникала везде, всюду, причем масштабы той коррупции были… Слушайте, ну, сегодня мы каждый день не сталкиваемся с коррупцией. Советский человек каждый день сталкивался с коррупцией. Но она ушла на другой уровень. Да, она ушла на более высокий уровень, но советские аннуклаторщики, естественно, тоже не были ангелами. Ну, у них не было стимула так много воровать, потому что невозможно было так потреблять, как сейчас. Да, в таких масштабах. Хотя вот, когда арестовывали Щелокова, говорили, что у него там в квартире был второй Эрмитаж, он там, картина Айвазовского, там у него висела и так далее. Ну, это скорее всего. Если бы Захарский хотел потратить свои миллиарды… Это желание, чтобы эта картина была только моей. Ну, понятно, да. Это очень другое все-таки. Нет, конечно, да, советский аннуклаторщик, он не мог наворовать на миллиард долларов. Да, это естественно. Современный чиновник. Недавно взяли милицейского какого-то генерала в Подмосковье, у него 500 миллионов долларов, по-моему. А это, по-моему, за уничтоженные убийства ему предлагали взять. Да, да, да. И потом еще вице-губернатор… Захаршенко похохатывает над этим неудачным. Да, вице-губернатор в Росковской области, что-то у него, по-моему, 50 миллионов долларов нашли. А самое главное, что даже если кто-то кого-то там подставит, и на самом деле какие-нибудь там коррумпированные силовики неподкупному чиновнику положат коробку с деньгами, никто же не поверит, что это подстава. Если он там, значит… Вот, но опять же, да, значит, и физмат-школы, и всеобщая коррупция это все-таки наследие и то, и другое советской эпохи. И то, и другое. То есть невозможно от одного, значит, физмат-школы действительно… То есть это институты из того советского общества, которые не умирают. Они, может быть, видоизменяются, хереют. Институты вообще отличаются чрезвычайной устойчивостью, да. Вот, и, ну, простой пример, про который любят рассказывать о Узан, уже упомянутый. Почти все современные развитые государства это государства, в которых была цензовая демократия в XIX веке. Почти все. Ну, есть там исключения в виде Южной Кореи, ну, вот нескольких там В Сингапур, потому что бандитская, пиратская была… Ну, Сингапур, по сути дела, это просто там Гонконг трансплантировали Англию, и вот получился Сингапур и Гонконг. Да, ну, вот Южная Корея там ничего не трансплантировали, там, в общем, Америку трансплантировали, да, в общем, американские институты. Ну, это, скорее, такие точечные исключения, а в целом почти все современные развитые государства, в которых в XIX веке был, значит, в которых в XIX веке был цензовая демократия. Есть такое исследование, которое сравнивает итальянские города. Дело в том, что в XI веке, по большому счёту, одни итальянские города смогли сохранить независимость. В XI веке был, нет, в XII, по-моему, да? Фридрик Барбаросса у нас XII век, XII. Вот, одни смогли сохранить свою независимость, а других Барбаросса, значит, прижал к ногтю. Так вот сейчас, да, между ними, в общем, сохраняется эстетически значимое различие, которое нельзя объяснить другими факторами. То есть, понятное дело, что два разных города могут иметь разный уровень развития по куче разных факторов. Но, тем не менее, состоится, значит, этический артефакт, как это правильно назвать, не знаю, на который вот связан с тем, что одни были независимые, другие, значит, оказались под, значит, с колонным сапогом, значит, Красной Барбаросса. А это, опять-таки, без привязки к ресурсу, то есть наличие порта, наличие... Конечно, я же говорю, то есть с учётом всех других факторов, естественно, экономист когда... В этом и заключается работа экономиста проверить все остальные факторы. Иначе это мог бы сделать, не знаю, ребёнок-второклассник, да? То есть проверить все другие факторы. Это очень сложная работа, да? То есть нужно подумать про эти факторы, нужно их... Ну, больше не так дальше, да? Для этого нужна наука эконометрика, огромная, гигантская наука, которой занимаются умнейшие люди. Я раскусил, что сейчас происходит. Если мы... Мы забыли, что у нас вопросы от наших зрителей. Потому что ватадмин может так рассказывать, что мы можем просто сидеть и только заказывать CPU. Я уже... Я оказался на стриме, только на эксклюзивном. У меня хороший звук. И я прекрасно слышу. Давайте всё-таки я попытаюсь вернуться к вопросам. Кейворит Кейвор интересуется. По-моему, гостем будет ватадмин. Почему концепция свободных денег Гезеля не получила развитие в своё время, а теперь о них... Кейворит 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 К